Друзья, всем большой привет! Пока ожидаю ответа от компании с домофонами, потому что буду делать ключи интересные. Видос на эту тему, конечно, я сниму отдельно, покажу, как это все делается, процесс. Получаются, в принципе, довольно-таки интересные варианты. Ох, что-то камера вообще у нас летает. Получаются довольно-таки интересные варианты по ключам. Это уже такой тестовый ключик, но суть не в этом. Работа есть, работа всегда будет, работа будет всегда много. Решил для вас снять видос на интересную тему по поводу отменывания поворотного устройства. Довольно-таки недорогое китайское поворотное устройство. У всех может возникнуть куча вопросов, как, что с ним работать. Там логика очень простая и многофункциональность очень большая. У него на самом деле есть небольшие нюансы. Нюансы сейчас с вами разберем, покажу, расскажу максимально. В целом тема прикольная. Я думаю, каждая мастерская должна, конкретная мастерская, которая занимается конкретно работами, вот, должна иметь такую поворотку, потому что в целом во многом она поможет. Поехали смотреть, что получается. Ну что, давайте рассмотрим такую поворотку. Поворотка выполнена, в принципе, очень просто, на такой простой плашечке элементарной. Имеет два валика с накаткой. Накатка здесь сделана очень уебищно. Кто может посмотреть, вот здесь вот даже вот так вот медно мотать. Видите, она неверномерно, как будто как по резьбе сделана. То есть, накатка здесь сделана отвратительно. И если что-то здесь долго катать, вот здесь вот видите, накатку, как она идет, как резьба. Если что-то здесь долго катать, она будет съезжать вправо либо влево, поэтому здесь это не оптимальный вариант. Что еще по данной поворотке из плюсов, из минусов. Вот эти вот крепежи сделаны из алюминия, говно алюминия называется, выпилены просто, болгарка по сути. Вот, фиксируется снизу на двух винтах. Показываю, когда выглядят. Кстати, винты здесь стоят почему-то с нержавейки, с шестигранными головками. Такие довольно дорогие винты в России. В Китае это популярные винты для станков. Вот, известны подшипники, которые чуть-чуть люфтят. Ну, в Китае, что мы хотим. Это же дешево. Дешево, серди, как говорится. Погубайте дорого, будет качественно. Хотя не всегда, что дорого, всегда качественно. Ремешок стоит вот такой вот. Не знаю, кому-то может что-то об этом говорит о ремешке. зубчатый ремень обычный стоит. Еще из моментов, из минусов. Один у нас вал фиксирован хорошо, второй вал может проскальзывать, потому что нету здесь у нас специального натяжителя, фиксатора, то есть касание ремня составляет там процентов 10 от общего диаметра. Чтобы понимали, моторчик стоит здесь очень простенький, даже не 27-й, по-моему, сейчас мы глянем. А, блядь, не видно ни фига. Он даже, 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 по-моему, ноунейн вообще полностью. Ну, что-то типа из 27-ых моделей, что-то такое. Я, честно говоря, в них не силен, в этих моторах. Ну, а что-то такого плана здесь стоит. Токи у него минимальные потребления. Проводок вот такой вот шлейфик сделан из четырех проводочков. Ну, в целом, дешево, сердито, качественно. То есть, ну, кстати, здесь сделано все на разъеме. То есть, в принципе, при необходимости можно его с легкостью снять, поставить другой, если поломать этот. Вот. Так вот, что из плюсов? Из плюсов здесь хорошая цена данного породного устройства. Из минусов это, ну, дешевое говно, честно скажу. Просто скажу, дешевое говно, которое легкит, ерзает, ездит. В общем, здесь рассчитывать на серьезную работу не стоит. Дальше. Тем станкам, которые покупаете у нас, есть небольшая минусовка либо плюсовка в том, что данная поворотка хорошо состыковывается с нашими станками. Из минусов в том, что токов, которые там стоят, 1,9 ампера, слишком много для данного мотора, и он через час, через два работы начинает греться. Поэтому придется вскрывать корпус, менять там токи на драйвере. В общем, ну, как-то так. Что касаемо пульсов, наоборот, все пока совпадает, все хорошо, все четко. Ну что, переходим теперь к программному обеспечению, смотрим некоторые нюансы, объясняя, что лучше всего сделать, что лучше всего не делать, вот, и как лучше всего быть. Итак, есть у нас E-SKAT. Сейчас штативчик поставлю, здесь зафиксирую. Я, конечно, камеры все будут дергаться, всех это будет раздражать, особенно меня. Ну, понимаете, значит, и как не поработаешь. Так, донат на штатив не прошу ни у кого. Буду пользоваться, как пользовался. Этот вариант устраивает, и всех тоже этот вариант устраивал, потому что иначе как-то не стреляю данное кино. При запуске программки, допустим, вот у нас сейчас, давайте покажу где-то запускаться, что не каждый может понять, где-то запускается. Создаем какой-нибудь материал, типа поезда, ну, понимаете, о чем тут речь. Вот, заходим в дополнительную маркировку цилиндров текста, так как у нас это является текстом, видно здесь, что это текст написано. Вот, переходим в менюшку основную. Здесь мы ничего не трогаем, ни шаг, ничего остального. Заходим в параметры, в параметры, как и в принципе во всех наших параметрах указаны все те же самые цифры. Ось X активно, 12800. И вот здесь возникает вопрос, подключенный ротор, коэффициент передачи один. Почему один, сейчас поясню, даже покажу. Смотрим внимательно. Вот сюда вот, какой здесь стоит шкив. Что шкив стоит на основной на моторе, такие же шкивы стоят у нас на валах, что один, что второй. Ременная передача здесь никак не извернуто, не вывернуто. То есть, по сути, это у нас, что провернуло здесь, провернуло то же самое на оси. Теперь представляем, что наша вот эта ось является прямая. То есть, она, в принципе, соединена напрямую с мотором. Ну, то есть, коэффициент передачи один равен. Это самая основная часть. Теперь вторая очень важная часть, это должно быть логическое мышление. По этому поводу прошу вопросов не задавать в комментариях, иначе отключу комментарий на хрен. Честно, самый тупый вопрос, это будет сейчас задано, типа, с чего вы взяли, что должно быть именно так. Мотор, подключенный напрямую к валу. Вал является протяжкой рабочего стола. То есть, представьте, что у нас такой вал, это идет общий прямой рабочий стол, на котором катается какая-нибудь дрянь, неважно, какого там будет диаметра. Так вот, неважно, какого диаметра, значит, соответственно, для нас единственный важный диаметр вращения, это является наша ось, наш вал. И диаметр данного вала равен 28,2 мм, померил штангелем, померил по верхнему краю, то есть, по верхним зубцам. То есть, соответственно, для нас важная цифра, это именно верхний вал. То есть, верхний, то есть, внешний диаметр вала, который является числом передаточного, то есть, через ось один. То есть, если через именную передачу, то представьте, что у вас идет напрямую через оську. Поэтому здесь логика простая. Мотор, передача прямая, без всяких коэффициентов. Ось у нас одинаковая, зубцы у нас количество одинаковое. То есть, все у нас тут полностью одинаковое, значит, соответственно, коэффициент передачи 1. Диаметр нашего вала 28,2. Соответственно, выставляем цифру 28,2. Теперь, независимо от того, что мы сюда положим, там, бутылочку, либо мы положим вот такую вот втунку, к примеру. Вообще, абсолютно не важно. Диаметр мы не меняем. То есть, хоть мы сюда положим, там, не знаю, под рукой такого ничего нет, хоть там баллон газовый положим здесь большой, диаметр мы здесь не меняем. То есть, диаметр изделия остается одинаковый. То есть, у нас главное, это то, что вот эти твалы равны диаметром 28,2. Это главное, что вы должны понять. Больше вам понимать ничего не надо. То есть, задача очень простая. Коэффициент 1. Мы это осознали, мы это поняли. Теперь мы понимаем, что у нас диаметр 1. То есть, диаметр изделия равен 28,2. Коэффициент передачи равен 1. Едем дальше. Другие цифры здесь не меняем. Окей. Что теперь надо понимать четко? Теперь, независимо от того, какой у вас будет здесь макета, либо размер макета. У вас может быть макет огромный, может быть маленький. Сейчас просто расскажу еще плюсы данного поворотного устройства и вы, в принципе, эту тему-то зацените. Вот. По поводу минусов. Ну, в принципе, я все, что надо, по минусам рассказал. Будем рассматривать сейчас только лишь плюсы. Так вот, эта вот надпись поезда, хоть там будет написано Российская Федерация такого же размера, абсолютно не важно. Вот. Важно то, что теперь, какой вы будете под это класть туда изделие. То есть, вам нужно четко теперь самостоятельно просчитывать диаметр изделия, умножать его на Пи, получать его окружность, соответственно, должны там вмещать надпись. То есть, по сути, если у вас есть какой-то баллон, там, большого размера, и вы хотите там вместить туда длину надписи, то есть, соответственно, вы должны сами рассчитать окружность вашего баллона и длину вашей надписи и туда вместить. Переходим теперь к процедурам, к процедурам тестовым. Давайте, чтобы не сжечь пластик наш, мощность 50% многократно. Поставим, ну, пускай будет 15% мощности достаточно, 40 кГц тоже достаточно. Выделяем наш объект. Дополнительно маркировка цилиндров текста. Включаем наш источник. Станок у нас идет GPT-50LP. Соответственно, мы должны подождать хотя бы секунд 20-30, пока там отдуплиться источник по отношению к плате управления, и уже будем от этого плясать. Что мы делаем здесь дальше? По сути, все очень просто. У нас есть изделие. Ну, в данном случае, это будет у нас вот такая вот бутылочка тестовая. Закладываем бутылочку. Обязательно делаем замер по фокусному расстоянию, который у нас равен 191 миллиметр. Ну, в принципе, здесь уже все сделали. Мы молодцы. Уже все рассчитали. Все хорошо. Нажимаем F1. Поворачивается бутылочка. Где-то здесь у нас отображается красный луч. Давайте камеру повернем, чтобы вам было видно. Смотрите, какой плюс. У нас поворотка стоит на месте. Мы можем свое изделие двигать вперед-назад. В принципе, даже еще больше вам скажу, что вот эта вот часть алюминиевых гадских упоров, она не цепляет нашу бутылочку ни к нему. Посмотрите, даже сейчас камеру сниму. Покажу вам со всех сторон. То есть, какое бы мы свое изделие ни положили, наша бутылочка здесь не цепляется. Опять же, напрямую зависит от того, как вы его правильно зафиксируете вот в этой нижней части. То есть, это огромный плюс. Второй из плюсов то, что можете, в принципе, не двигая поворотное устройство, делозить ваше изделие вперед-назад, ключ как угодно. То есть, это тоже огромный плюс. Вот. Из маленьких минусов то, что здесь, ну вот оно вот, свободно проскальзывает как угодно. Что мы с вами сейчас еще сделаем? Мы с вами сделаем такую тему интересную. Я вот сейчас сделаю два раза маркировку. То есть, у нас крутанется на два раза и посмотрим, насколько все-таки реально он состыковывается в то или иное место. То есть, насколько он прям попадает прям в ту точку позиционирования, с которой мы, в принципе, планируем работать. Сейчас я сфокусируюсь. Давайте, чтобы вам тоже было видно. Отлично. Нажимаем Escape. Я так даже пристреляюсь. Escape. Нажимаем F2 и понеслось. Отлично. Отмаркировалось. Нажимаем еще раз F2. Отлично. То, что я, в принципе, хотел показать вам, то и случилось. И нажимаем еще раз F2. Вообще замечательно. Прямо то, что хотел и получил. Так вот вам результат минусов данной поворотки в том, что вращая несколько раз наше изделие, мы получаем охрененно кривой результат. То есть, каждый повтор нашей гравировки дает смещение. И это смещение, ну блин, не то чтобы видно, оно просто жопа как видно. А все это напрямую зависит от того, что есть ли внутри, допустим, данного бутылька жидкость. Насколько она влияет на пробуксовку. Насколько наш пэд, это пэд идет, насколько наш пэд очень скользкий по отношению к роликам. То есть, он домотал, вернулся. Опять же, по настройкам здесь, давайте я сейчас сделаю еще такие настройки интересные. То есть, как стандарт на всех стоит, допустим, вернуть сначала после маркировки. И скорость у меня, допустим, стоит 2000, у кого-то стоит 5000. Вот я сейчас поставлю 5000, как у всех стоит. Давайте нажимаем F1. Снова пристреляюсь. И снова продемонстрирую тот же самый режим, только на большой скорости. То, что я всем рекомендую снижать скорость возврата изначально точку из-за того, что у вас от сильных рывков будет большое смещение. Нажимаем Escape. Нажимаем F2. Хирак, хирак. Поехало. В третий раз резко вернулся назад и при торможении был рывок. Нажимаем F2. Сейчас будет у нас больше смещения, чем в первый раз. Уже видно, что прям-прям даже больше. Но не везде. Нажимаем еще раз F2. Ну, то есть, в принципе, смещения есть, они такие же. Так вот, минус этой поворотки вот именно в этой теме, что у нас нельзя сделать здесь повторы. То есть, накосячили, например, там с гравировкой. Вышли настройки, переделали настройки и, в принципе, косяки все свои исправляли и все это вернули на место. Нет, так здесь не прокатит. То есть, такая тема здесь заходить не будет. Второй косяк, очень главный, именно опять же, с этой повороткой. Это в том плане, что данная поворотка не работает с конусными изделиями. Вы можете положить конусное изделие, любое конусное изделие. Задать у этого конусного изделия горизонт вам придется, допустим, задавать с помощью, там, не знаю, подставок, там, 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 так вот, вздыбливать. Соответственно, ваше изделие будет со временем съезжать вниз. Это первый косяк. Второй косяк, все-таки, ну, угол, так сказать, вращения будет, ну, чуть-чуть не тот. То есть, выставить прям точно-точно, вот на какие-то ножках, подставках, это, это прям, ну, так себе затея. Делать какие-то здесь упоры на роликах, это тоже глупая затея, уже проходили мы все это дело. Ну, блин, поверьте моему опыту, не особо такая хорошая затея. Вот. Очередной плюс, плюс в том, что, смотрите, какая здесь идет интересная задумка. Задумка идет в том, что здесь есть специальные прорези, за счет которых вы сможете, в принципе, валики расставить в разные положения. То есть, вот сейчас вот мотор уже чуть-чуть тепленький. Вот. То есть, можете расставить валики в разные стороны. Для чего сейчас спросите? Да, есть плюс в том, что, вот смотрите, пробуксовывает, а вот это не пробуксовывает. Хотя... Вот, ладно. Расставить ролики и, в принципе, здесь поставить какое-то крупное изделие, там, не знаю, банку, бочку, то есть все, что угодно для крупных маркировок. То есть, смотрите, ваше изделие может выходить за пределы вашего, ваших роликов, потому что здесь ничего не мешается, кроме ремня. Тоже плюс огромный. Теперь главный плюс, я не знаю, расстройки раздвигать не буду. Сейчас просто рукой прижму в этом месте, да, покажу вам, как это происходит процесс. Вы можете маркировать здесь, как на координатном столе. То есть, по сути, вы можете использовать данное устройство, как координатный стол. Спросите, как? Показываю. Берем, давайте, здесь есть рекламный такой пластик. Вот. Он, естественно, сейчас вот здесь юлозит, юрзает. Ну, естественно, если валики про-препо, самое, обработать либо резиной, либо силиконом, их раздвигать шире, то такого юлоза не будет. Выставляем фокусное расстояние. Нажимаем F1. Ну, чуть-чуть не туда поехал. Вот так вот, покажу вам. То есть, сейчас фокусируемся. Нажимаем Escape. Чуть не туда ездит, да. То есть, соответственно, мы ставим галочку инверсия, чтобы есть вам нужное направление, потому что мы же делали только что, получается, с вами на круглом изделии. Вот. Теперь он едет туда, куда надо. Отметился. Нажимаем Escape и нажимаем F2. Вернулось. Смотрим внимательно. Гравировка получилась. При том, что мы не меняли с вами не меняли, получается, ни диаметр изделия, ничего, потому что у нас было четко зафиксировано размер именно самих роликов. То есть, плюс таких все-таки поворотных устройств в том, что их можно использовать, в принципе, как координатные столы, то есть. Преимущества, на самом деле, очень много в них есть, в то же время есть минусы. Повторять одно и то же будет здесь сложно. Зафиксировать жестко на нем что-то, ну, блин, нереально. Ценовая политика данного устройства, я бы сказал бы, ну, очень маленькая. Вот. Ременная передача, она так себе буксует. То есть, тоже идет минус. Дальше. По поводу гравировки тех самых, допустим, векторных узоров. Могут съезжать. Что еще из плюсов? Повторять здесь на нем не получится. То есть, какие-то повторения устраивать не зайдет. Использовать как большой координатный стол? Да, получится. Получится, потому что здесь есть такая возможность. То есть, вы, по сути, как вращаете штангу на СО2 лазерий. То есть, тот же самый принцип. Вот. Что еще из плюсов и минусов? Да хрен его знает. На самом деле, много плюсов и минусов. Здесь так все не расскажешь. В целом, я думаю, для вас был полезный видос. Полезный видос. Язык заплетается. Да, выходные дни. Хочется отдохнуть и приходится работать. Вот. Поэтому, ребят, не забываем, как всегда, ставим лайки. Пишем какие-нибудь комментарии интересные. Спрашивайте, что будет больше всего интересного. По поводу 3D гравировки, мелкой гравировки буду показывать, демонстрировать. Что можно делать, как можно делать. Поэтому, ребят, смотрите дальше канал. Подписывайтесь обязательно. Будут возникать вопросы. Задавайте. Убедительная просьба это делать хотя бы в рабочее время по МСК. Либо ближе к вечеру. Но так, чтобы не после 8 вечера. Потому что, бывает, приезжаешь домой в 8-9 вечера. От вас еще куча вопросов сыпется. Вы задаете там. Очень много интересных вопросов, конечно. Которых, блин, честно, отвечать не особо охота. Уже уставшие там. Хочется просто поесть, поспать, покупаться и речь спать. Вот. Все, ребят. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока. Такой немножко затянутый ролик. Но, я думаю, был интересный, более наглядный. Кто хочет купить такую поворотку, теперь думаете, нужна она вам, не нужна. Я бы для своей мастерской такую поворотку всегда держал бы. На всякий случай. Бывают всякие заказы, такие дурацкие, которые нужно ее сделать. Все, не буду больше от вас отвлекать. Все. Всем пока-пока.